Друзья, на канале давненько уже был обзор тушенок. Я здесь покупал большое количество разных тушенок и сравнил, которые более-менее. Вот это я сразу могу сказать, что вот это лучше не стоит покупать. 83,90 вот так, как она выглядит. Там одна вода. А вот эта тушенка, она и дешевле, 71,80. Показала себе отлично. Даже ничего не болтыхается там. Жир, так как действительно валили мясо, а не сою. Срок годности 3 года. Дата изготовления 10-21. Даже она, можно сказать, свежая, как здесь бывают тушенки. Например, сейчас. Вот эта, да, тушенка. Она вообще изготовлена с 17-м годом. То есть она по составу действительно неплохая. Просто не пробовал еще. Но не собираю. Смотрите, она изготовлена в 17-м году. Срок годности у нее 5 лет. У нее уже подходит срок годности, понимаете? А ее закупорили 5 лет назад. Я не желаю такого, конечно, пробовать 120 рублей за такое платить. Хотя можно в нормальных магазинах обычных взять за такие деньги хорошую тушенку. А вот эта вот действительно неплохая. Ее прям разбирают здесь постоянно и завозят очень часто. Вот смотрите, дата изготовления свежая. 71,80. Кстати, друзья, это не то, что я, как сказать, рекомендую. Ну, можно сказать, как и рекомендую, потому что качество здесь действительно неплохое. Я не покупал, конечно, но видно, что качество неплохое. Цены вообще гораздо ниже, чем в обычных магазинах. Вот 9 рублей 70 копеек. Тетрадка стоит 48 листов. В обычных магазинах сколько рублей? 40, наверное, стоит. И всякие разные, смотрите, какие-то симпатичные. 9 рублей 70 копеек. Ну, 10 рублей, да, грубо говоря. Вообще отличные тетради. Есть и маленькие. Они прописные, по-моему, называются, я уже не помню. В клетку, в линейку есть 2 рубля всего, есть копеек. Также есть всякие разные дневники, картон цветной, бумага цветная. Дневники 34 рубля 70 копеек есть. Вот такие вот, с такими вот твердыми углами, я так сказал. А есть и как в тетради. Вот с кошечкой. Прям дневник открываю, у меня ностальгия. Да, со школы, да? У меня такой же был пустой все время. Вот место для фото. 3-4 рубля дневник стоит. Ну, в этот раз уже, походу, точно пришел случай. Всем еще раз привет. Ситуация такая, что YouTube могут закрыть. Так как это иностранная площадка. Но, к счастью, у нас есть подобные видеохостники в России. Например, такие, как Яндекс.Зен. Так вот, для того, чтобы не пропускать новые ролики, подпишитесь на мой канал Яндекс.Зен. Ссылка в описании. А то заходите, посмотрите, что-нибудь на YouTube. Зайдете, а страница уже не загрузится. Я думаю, все знают, где описание. В общем, все ждут. Я рекомендую такие вот креветки. Помнишь, мы с тобой брали креветули? Кстати, они здесь сейчас хоть распасованы более-менее нормально. Вот на 400 рублей. А раньше по сколько? По 700, да, рублей? По 800 были напасованы. По 2 килограмма. То есть, по 1,8 кг. Вот мы раньше брали, помнишь? Когда мы еще только переехали. Очень хорошая креветка, я сам вид. Не мелкие, как вот шеримсы бывают. Достаточно крупные. Можно даже какое-нибудь блюдо сделать, салатик. Приготовить, если замурочить. Ну, мы брали пену, мы что-то посидели по-мужски. Цена за килограмм 424,90. Креветка северная. Смотрите, друзья, также рекомендую такие вот пельмени. Русские мини. Они, честно говоря, и по цене. Не ниже, чем в обычных магазинах. Сделано мусористские. Здесь состав. Смотрите, смени на говядину. И все. Лук репчатый, свежий. Вода питьевая, сахар. Соль, черный перец. Все. Весь состав. То есть, нет никакой сои. Хорошие, вкусные пельмени. Ну, такие маленькие. 800 грамм. Цена 2,8,90. Ну, конечно, подешевле, чем в обычных магазинах. Такие пельмени с таким составом будут стоить. Добле 250, наверное. Ну, не на много. Кстати, лайфхак. Вот смотрите, в состав свинина, говядина. Что первое стоит? Свинина, например, да, здесь. Того мяса и больше. Вот здесь свинины больше. Бывает, что говядина. Такие пельмени, кстати, очень вкусные, где говядина. А вот такие вот. Хинхали из мяса птицы. Вареники с капустой из мяса птицы. И просто пельмени из мяса птицы. Я не советую покупать. Они стоят там 149,90. Я могу вам сказать еще и про шпроты. Вот эти вот шпроты, сразу могу сказать, здесь шпроты неплохие. 38 рублей 40 копеек. Я снимал видеообзор с разными шпротами, как я покупал в фикс прайсе. Мы что-то видели в видео, мы что-то набрали миллион просмотров. Вот эти шпроты, они стоят в два раза дороже, но я их не рекомендую покупать. Здесь действительно одна каша. Из черноморской кильки. Хоть и банка выглядит неплохо. Но на самом деле, здесь, если посчитать, по граммам 240-79 рублей 90 копеек. 240 грамм, а здесь 150. То есть на 100 грамм меньше. Если прикинуть, то почти цена выходит одинаково. Но те, мягко говоря, не очень. Эти хорошие. Их, кстати, хорошо разбирают. Вот даже дата изготовления у нас свежая. 09 месяц, 21 год. Ну, для консерв, вы знаете, это нормально. То есть это свежие, можно сказать. Друзья, также рекомендую такой вот чай. Напиток чай Каркаде. Очень хороший чай для любителей, кто любит настоящий чай. Ну, кто заваривает, соответственно, не в пакетиках, а вот такой вот чай. Я думаю, это прям подарок. Потому что такой чай в обычных магазинах стоит, наверное, сколько рублей? 250 такая покупка будет стоить. Можно, конечно, на развес брать, но все равно там будет дороже. Каркаде очень хороший чай. Вот так вот приятно выглядит. Вчера его делал. Все как? Вкусный? Да. Да я тоже его брал уже. 78,50, 200 грамм. Кстати, недавно завезли с фотофору такие вот грецкие орехи и фундук. Мы уже жену взяли. На пробу, так сказать, весьма неплохие. Но только смотрите, выбирайте упаковку правильно. Если такая вот крошка попадается, а есть упаковочки, смотрите. Более-менее. Вот, более-менее. Видите, крошки прям очень мало. То есть это вот верхняя сторона, а это вот нижняя. То есть, надо сравнить с вот этой упаковкой. Вот эта упаковка, это вот тут все понятно, я думаю. Цена за 0,5. 399,90. В обычных магазинах, даже у нерусских, смотрите, сколько крошки. Они стоят гораздо дороже. Вот сколько крошки. То есть можно выбрать нормальную упаковку. И фундук такой забрали. Он не жареный. Обычный. Фундук тоже очень вкусный, очень хороший. Я не знаю, ничем не отличается от того, что подается и в обычных магазинах. Только в два раза дороже. Там 403 рубля 50 копеек. 0,5 рубля. Также рекомендую такие вот бисквитные коржи. 400 грамм. Может кто-то видел видео на канале. Я делал недавно торт с женой из этих коржок. Кто не видел, можете посмотреть мне о пицце. Я не рад. Не делал. 72,50. Ой, 72,90. Да не, мы брали просто эту сгущенку вареную. Да, и фруктов вообще. А если там и надо с кетчупом нет? Хороший торт. Не знаю. Дата изготовления 12 февраля, 22 год. 72,90. Еще мама постоянно здесь берет такие вот алмазные мозаики, так сказать, хотел сказать, раскраски. Ну, здесь вот картина идет. Ее такие алмазики маленькие только. Ее вот собирать вот размер картины. 40 на 50 сантиметров. У меня мама постоянно здесь их покупает, делает, а потом на юлу выставляет. Что-то даже у нее получилось и продать. Вот такое вот дерево есть. Цветочки. Ну, прям выбор здесь действительно очень большой. А в обычных магазинах такие стоят гораздо дороже. Здесь такая вот алмазная, так вот, мозаика. 394,90. Есть еще вот алмазная раскраска и алмазы. То есть тут можно и красить, как бы, и алмазами заполнять что-то. Что-то красить красками, а что-то заполнять. 371,92. Я также рекомендую такие вот батончики со сгущенкой. Очень вкусные. Женой недавно брали. Вообще до этого мы здесь их постоянно брали. Они потому что раньше была упаковка в два раза меньше. То есть в один ряд. Сейчас их там в два ряда лежит. А раньше было в один ряд. Сейчас 750 грамм, а раньше было 300, то ли 350, 197,90. Они стоили здесь 80 рублей. Да, получается, 300 грамм было. Мы прям брали очень часто. А сейчас вот большая упаковка, конечно. И когда открываешь, если они долго стоят, они потом твердые становятся. Они сейчас такие нежные со сгущенкой, а потом они прям высыхаются. Не знаю, вот у нас дома до сих пор еще стоит нормально. Я думаю, вот у меня тоже. Я сейчас брал, наполовину съели. Они прям, ну такие с чаем, нормально, без сахара, если. Да, не, вкусные прям. Не знаю, сгущенка такая приятная внутри. 197 рублей, 90 копеек, 750 грамм. Но они раньше меньше, помнишь, были упаковки? И брали мы их почаще. Они засохли, короче. Здесь брал, мы вот брали. Хороший Нестик, вообще ничем не отличается от того, что продается в магазинах. Друзья, очень хороший Нестик, 500 грамм в одна упаковка. Здесь и ходят пайки, две упаковки. Я не понимаю, зачем ты говоришь, что он ничем не отличается. Ну, потому что думают люди, что это подделка, где-то в подвалах делают. Я говорю, что ничего не отличается от того, что в магазинах продается. Вот сколько сейчас такая коробка стоит в магазине? Рублей 300, наверное. Здесь две за 175, 90. Людей скажут, что это низкая цена. По-любому где-то в подвале сделано. Хотя нет, то же самое. То же самое Нестик. Брали здесь его. Как ты купил в магазине, здесь и сравни. Зачем мне сравнивать, если я знаю, что ты ему. Я говорю людям за то, что я уже пробовал здесь. Ты просто сравни две упаковки. Так же написано, допустим, в магазине? Или может здесь с надписью где-то что-то? Не, ну вот надписи, наверное, вот этой нету, вторая пачка. Потому что я нигде не видел, что... Ну понятно, откуда она берется тогда вот эта надпись. Не знаю. Ее просто клеят. Ну, в смысле, как клеят, печатают на заводе. А, нет, ее наклеили. Перепад. Я говорю, ты просто посмотри. Проверь. Не знаю, кстати, да. Может состав какой-то. 175, 90, две пачки. Да нет, оно по вкусу вообще никак не отличалось. Ну, знаешь, как... Китайские и оригинальные вещи тоже ничем не отличаются. Ну, хотя, да.